друзья всем привет также подписчикам сегодня хотелось бы сделать разметочный рейсмус для чего мне нужен иногда требуется нам отрезать допустим длинную полоску на заготовке что мы делаем мы обычно берем линейку отмеряем здесь 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 потом проводим линию вот сегодня хочу сделать разметочный рейсмус чтобы вот так прислонять и уже вести строго ну то есть по линии что нам для этого потребуется хочу использовать вот такую фанеру 18 миллиметров и вот такая вот гайка мебельная так сейчас отрежем вот эту заготовку разделен на две части сделаем углубление под линеечку ну и в принципе будет все готово сейчас все покажу так сейчас отпилю на каретке два одинаковых бруска они у меня получается там по восемь с половиной сантиметров чтобы они были одинаково на каретке отмерил восемь с половиной ну и подставил бросочек сейчас отпилим две заготовки одинаковых вот одну отпилил ну и сейчас вторая так теперь нужно будет на одной заготовки отметить ширину линейки вот отчертили двух сторон мы линейку и теперь и сбоку нужно будет тоже нанести отметку чтобы когда делали прорезь было видно ну сколько нам срезать какое расстояние то есть вот от этой метки нам нужно снять вот до этой метки сейчас делаем вылет фрезы то есть пильного диска на расстоянии на толщину линеечки можем даже чуть-чуть сделать поменьше потом то взять стамесочкой догнать чтобы линейка не слишком болтался было с натяжкой вот так вот но сейчас я прорезал как видите вот что получилось линейка ходят туго то есть не болтается все в принципе нормально вот теперь нам нужно сделать в центре отверстия ну и запрессовать вот эту вот гайку мебельная сейчас мы сделаем центр ну и просверлим отверстие нашел я центр в заготовке ну и сейчас сделаю отверстие возьму сверло перьевое но у меня на 13 сделаю углубление чуть побольше потом в конце видео я покажу почему я сделал чуть побольше даже когда запрессую вот эту гайку у меня все равно останется расстояние то есть сейчас мы сделали отверстие дальше я просверлил еще чтобы можно было закрутить болт ну и сейчас запрессовываем вот эту гайку сейчас получился она запрессуется вровень с нашей заготовкой нужно будет еще сделать подложку и уже дальше ее запрессовать эту гаечку нашу такую шайбу сейчас запрессу ее поглубже ну все вот я ее запрессовал нужно будет еще сделать теперь два отверстия некоторые клеют я не стал заморачивать клеить вы ожидаете то есть возьму сейчас просверлю два отверстия ну и закреплены болты не такая большая нагрузка чтобы еще клеить на клей решил таким сверху сейчас просверлю два отверстия ну и в принципе все будет готово делаю одно отверстие ну и вот второе отверстие так вот углублял эту гайку смотрите сюда я положу обычную монету это 10 копеечная то есть чтобы когда вы болтом стягивали линейку цифра сильно не стирались это служит как подложкой некоторые подложивают резиночку или там тоненькая металлическую пластиночку вырезает я решил сделать вот так вот взять монетку подложить то есть уже бог будет давить не на линейку а вот на эту монетку мы в принципе стену как видите все ходит сейчас нужно будет сделать винтик можно конечно покупной уже я решил сделать из дерева как в предыдущих видео делал гайки барашки вот здесь винт решил сделать взял вот такую маленькую заготовочку то есть просверлил вот этот болт его нужно будет запрессовать вот в эту заготовку для этого взял он еще гаечки шайбу ну и сейчас стену ключом вот чтобы запрессовался вот этот болт как видите я стягиваю болт углубляется в заготовке вот мы в принципе вот так вот у нас получилось сейчас мы вкручиваем сделал я его размер болта почти совпадает там остается где-то когда затягиваешь до конца может миллиметр остается и все то есть я думаю этого достаточно слишком длинный болт тоже некрасиво выглядит вот такой вот зажимчик получился сейчас обработаю за шкуру обработаю маслом и вот что у меня получилось вот такая вот такой вот размещенный рейсмус некоторые еще делают в начале то есть линейки делают маленький надрез или напильником или там болгарка я не стал делать покажу как он сейчас работает допустим нам нужно 5 сантиметров то есть от края отвести и отрезать такую длинную заготовку вот я выставил пять сантиметров берем карандаш подставляем и размечаем следом переворачиваем допустим опять заготовку закрепляем и берем рейсмус любой размер выставляем то есть и вот так вот видео как видите получилось ровная линия с обоих сторон вот такой вот рейсмус у меня получился кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик всем пока до новых встреч